Приветствую вас! Надо сказать, что совершенно очевидно, что молодой человек ваш к вам неравнодушен. У него остались чувства, правда, конечно, не совсем понятно, что это за чувства, да, какие это чувства. Вот, то есть, может быть, это чувство, ну, не любви, а, допустим, какое-то другое чувство, например, чувство собственничества, например, гордыня, вот, например, там, допустим, нежелание оставлять вас одну, то есть, нежелание допустить, чтобы вы строили свою жизнь, как-то вот, ну, по-другому желание допустить, чтобы вы были счастливы. Возможно, возможно, только возможно, что у него есть, у мужчины, я имею ввиду, есть какие-то сложности, что есть, ну, например, есть страхи какие-то, есть переживания, какие-то, ну, допустим, связанные с тем, что вы можете встретить кого-то еще, вот. То есть, здесь, на самом деле, множество разных вариантов, и я полагаю, что вам не особо нужно в это вникать. Вот, честно, я считаю, что не нужно, я считаю, что не нужно, я считаю, что вам не нужно вникать во все эти моменты, потому что мужчина, он, по сути, не несет сейчас за себя личную ответственность, в плане того, что он сказал, что вы расстаете, да, он с вами расстался, вот, по сути. Но при этом он, получается, связь с вами поддерживает, при том, что он явно не может быть вам другом, да, то есть, он не хочет быть вам другом, то есть, ничего не делает для того, чтобы вы были друзьями с ним, вот. Но при этом отношения все равно пытаются сохранить, вот. И это, конечно, скорее всего, говорит о том, что он ориентирован здесь не на вас, а на себя, на себя. То есть, он ориентирован на то, чтобы свои какие-то желания, свои какие-то потребности, свои какие-то чувства реализовала. У меня не принесло такое ощущение, что он это делает для вас. Нет у меня такого ощущения, что он это делает для вас. Вот. Вот, в принципе, то, что я вам могу сказать, то, что я могу вам, значит, ответить, исходя из того, что вы написали. Именно исходя из того, что вы озвучили здесь. Да. Вот. Значит, вот так, примерно. Значит, если вас по какой-либо причине задевает его такое вот, отношение к вам, или если это пробуждает в вас определенные чувства, или если вы чего-то хотите, вот. То здесь, соответственно, уже нужно будет работать именно с вами, и смотреть, какие именно чувства вызывают у вас то, что человек делает. Ну, то есть, то, что он вот здоровывает с вами, например. А, вот. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. И, обратить внимание, обратить внимание вам нужно, по крайней мере, я порекомендовал вам обратить внимание, внимание не на него, не на то, что делает он, а на то, что делает человек. На то, что делает человек. То есть, на то, как вы реагируете. На то, что вы чувствуете. На то, что вы хотите. На то, что вы хотите. А, я понимаете, что это... Я не знаю, что я вам расскажу, cуда более важный момент. Чем... Всё... Остальное. Вот. Я полагаю, что это... Чё это, куда более важная... Деталь. Да, вот куда более важно, куда более важно понять для вас, чего хочется лично вам, вот, чем пытаться понять, значит, самого человека, ну, чем пытаться понять его, его самого, вот, вот, в принципе, что это можно вам сказать, надеюсь, что вам это будет полезным. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку, я буду рад вам помочь ответить, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего доброго и удачи.